Аннабас или рыба-ползун. Это рыбы семейства лабиринтовых. Длина рыбы около 20 сантиметров, окраска спины буровато-зеленая, брюхо желтоватого цвета. Аннабас распространен в пресных водах Индии, Бирмы, Зонских и Филиппинских островов. Благодаря наличию специального наджаберного органа, называемого лабиринт, и служащего для дополнительного дыхания атмосферным воздухом, аннабас может существовать в малых количествах воды, в условиях недостатка кислорода в воде и плохого качества воды. Рыбам из этого семейства необходимо периодически подплывать к поверхности водоема и заглатывать атмосферный воздух для дополнительного дыхания. Рыбы, лишенные доступа к поверхности, могут погибнуть от удушья. Аннабас может долго, до 6-8 часов, оставаться вне воды. Он способен выпрыгивать из воды и передвигаться по суше на небольшие расстояния в целях переселения из высыхающих водоемов в новые. Пользуясь для передвижения своими плавниками, может также забираться на деревья в поисках более подходящего места обитания. Оленин. Алексей Николаевич Оленин. Это русский археолог, историк и художник. Директор Петербургской публичной библиотеки и президент Петербургской академии художеств. Родился в 1763-м, умер в 1843-м. Алексей Николаевич родился в старинной и знатной дворянской семье, учился в пажеском корпусе, затем в Германии, в Дрездене, а также в Страсбургском университете. В дальнейшем он служил в армии, а после выхода в отставку занимал важные государственные должности. В научных работах Оленина преобладают темы отечественной истории и археологии, но встречается и античная тематика. Наиболее известны исследования тму-тараканский камень, рязанские русские древности, опыт об одежде, оружии, нравах, обычаях и степени просвещения славян. Как художник-график, Оленин был приверженцем классицизма. Он выполнял афорты, иллюстрировал книги. Алексей Николаевич возглавлял кружок художников и писателей, пропагандировавших идеи классицизма. С 1817 года Оленин был президентом Академии художеств. Своей деятельностью способствовал упорядочению профессионального образования. В художественном отношении выступал как сторонник академизма. Юла или лесной жаворонок. Это птица семейства жаворонков отряда воробьиных. Длина тела 14-17,5 сантиметров. Спина буровато-охристая с темными пестринами. Брюшко белое, на голове небольшой хохолок. Юла распространена в Европе, Северо-Западной Африке и Юго-Западной Азии. В России она живет в европейской части страны. Населяет юла опушки лесов и лесные поляны. Название юла дала лесному жаворонку его песня, звучащая как «Юль-Юль-Юль». Этот жаворонок считается прекрасным певцом. Юла – перелетная птица. Размножается с конца апреля, иногда два раза за лето. Гнезда строят на земле из растительных волокон, корешков, стеблей и мха. В кладке 3-6 яиц. Высиживает птенцов только самка. Питается юла семенами и частично насекомыми.